Это страшно. Потому что у Господа есть планы на тебя. Нет, мам, не надевай мне туфли, пожалуйста. Ты всё преодолеешь и снова станешь тем особенным чудесным парнем, каким ты всегда и был. Пустите, вы не хотели знать заранее. Да нет же, её лечащий врач была в курсе, но ей вдруг приспичило махнуть на малые. Перестань. Родов, лады, люблю тебя. Нет, нет! Я хочу видеть их по скайпу. Что? Мам! А вот это уже странно. Но я хочу быть в комнате со своей дочерью. Ставим родителями. Люблю тебя. Такое бывало? Лиз, я не знаю. Ей стало трудно дышать. Надо вызвать помощь. Нам нужна реанимация! Лиз! Я бы всё отдал ради ещё одного дня с тобой. Но жизнь не поддаётся контролю. Тебе придётся с этим смириться. Я буду, если уеду домой, не убедившись, что ты сможешь позаботиться о моей новорождённой внучке. А как ты собираешься это выяснить, не давая мне шанса? Как же чертовски точно подмечено. Помни про наш уговор. Если будет лучше для неё, ты вернёшься. Хорошо? Он сказал тебе спать, Мэдди! Твой папаша устал? А вот сейчас было за гранью. Нет. Ты уж поверь. С придолгом поглаживания. Сейчас ей 25. Что вы говорите? Обратите внимание на удобный Мэп-3 интерфейс. Мы всегда даём нашим клиентам то, что им нужно. Причём тут я? Мы здесь ради неё. Так что с Мэдди? Всё хорошо? Я знаю, что я не идеален. Мам. Отец радовался моему рождению. Ой, он обожал детишек. Поехали. Если что, я сказал им то же самое. Да? Может, их подразнить? Облейте меня соком. Типа у нас ссора. Позволяешь ей смотреть Джима? Ну, это же мультик. Сам ты его смотрел? Конечно. Но если они были влюблены, а потом вдруг разлюбили друг друга, то, может, они снова влюбятся? Друг в друга. Так можно? Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...